Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из любой необходимой вам системы по Webhook в AmoCRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из любой системы, которая поддерживает отправку по Webhook для хранения и обработки данных в одном месте. Например, вы сможете получить нужные данные по Webhook и отправить их в AmoCRM в виде сделок. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Webhook. Теперь необходимо указать действие, принять данные. На этом этапе необходимо подключить аккаунт Webhook, который будет выступать источником данных. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в систему, которая поддерживает передачу данных по Webhook. Для примера создадим еще одну связь в системе Apex Drive. В приеме данных сгенерируем данные по Webhook. Вставьте скопированную ранее ссылку URL. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как сгенерировали и отправили тестовые данные по Webhook, продолжаем настройку связи с AmoCRM. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые будут передаваться в AmoCRM. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AmoCRM. Теперь необходимо указать действия, например, «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш AmoCRM аккаунт к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке активных аккаунтов, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее вам необходимо указать воронку и статус, в котором будут создаваться новые сделки. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». на этом этапе мы видим пример данных, которые будут отправляться в AmoCRM. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные» в AmoCRM. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в AmoCRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Тестовую связь, которую мы использовали для подключения Webhook в приеме данных, можно удалить. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...